Скелетное вытяжение – необходимая мера после сложного перелома. Это делается перед операцией для того, чтобы кости срослись правильно. Юные пациенты Центра детской хирургии здесь по разным причинам. Падение из окна, неудачное приземление с качелей, ушиб во время езды на велосипеде. Ежедневно в приёмный покой поступает до 70 несовершеннолетних с несерьёзными повреждениями. Каждый месяц в отделении принимают более 250 детей, которые нуждаются в операции. Некоторые травмы требуют амбулаторного лечения, то есть наблюдения врачом-травматологом в детском травмпункте. Некоторые травмы требуют лечения оперативного. Такие дети обращаются к нам, они госпитализируются в отделении и получают экстренную и неотложную помощь в условиях стационара. Несчастные случаи с детьми нередко происходят из-за элементарного недосмотра родителями. Если есть основания полагать, что травмы получены в результате противоправных действий, информация о происшествиях из медицинских организаций, поступает в отделы полиции. По каждому случаю проводится проверка о наличии оснований привлечения родителей к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. То есть, если с сотрудниками полиции устанавливается, что травму ребёнок получил по вине родителей, по недосмотру родителей, то ставится вопрос о привлечении их к административной либо иной ответственности. Чаще всего для того, чтобы обезопасить своего ребёнка, нужно предпринять нехитрые действия, говорят в полиции. На окна необходимо установить специальные решётки или же запирающие механизмы на ручке. Взрослые, которые ежедневно сталкиваются с детским травматизмом, считают, важно с детьми проговаривать, как вести себя даже во время, казалось бы, безобидных игр и показывать всё на личном примере. Виолетта Широкова, Семён Воробьёв, Новости дня.